Добрый день, дорогие друзья! Ну, вы знаете, сегодня вот после такого виртуоза-скрипача, после таких виртуозов-скрипачей наших шведов просто, ну, очень хорошее настроение. Я вас поздравляю с этим праздником, что сегодня мы собрались здесь. Ну, а я буду, конечно, говорить о нашей компании, о возможности красиво выглядеть. И уже мы с вами знаем, что компания «Орифлейм» самая крупная европейская компания, которая дает возможность нам с вами, ну, быть одними из самых прекрасных, потому что гордиться мы можем многим, и нашей продукции, об этом и чуть попозже. Но разве вы знаете какую-нибудь другую компанию, которая имеет институт исследования кожи? Знаете ли вы такую компанию, которая имеет научно-исследовательский институт, который находится в Ирландии, в Дублине? Знаете ли вы такую компанию, которая имеет пять заводов и 26 запатентованных линий на заводах Европы? Я нет, кроме «Орифлейм». И на самом деле это возможность нам с вами получать продукцию, это возможность нам с вами радоваться и гордиться тем, что у нас есть, потому что каждая пятая женщина в странах СНГ пользуется косметикой «Орифлейм». Пятая, но почему не каждая вторая? Это значит, или не каждая первая, это значит, что все-таки четырех женщин мы с вами обходим, четырех женщин мы с вами не встречаем, поэтому у нас есть возможность с вами встречаться, с вами общаться и говорить о нашей продукции, потому что гордости нашей нет предела. Мы уже давным-давно получаем один из таких самых ярких, ну как правильно назвать, наград в Украине. Это выбор года, и он у нас был всегда и в средствах по уходу за телом, и в декоративной косметике. Но последние три года мы получаем выбор года за лучшие средства по уходу за кожей. И это 2012 год, это 2013 год, это 2014. Мы действительно самая лучшая компания, которая представляет самые лучшие возможности выглядеть красиво. И самым ключевым, наверное, сегментом во всем арсенале продукции «Орифлейм», конечно же, являются средства по уходу за кожей. И это доверие и лояльность наших потребителей, это высокая оценка на рынке красоты, это запатентованные формулы, это действительно большая-пребольшая гордость. Но если говорить о средствах по уходу за кожей, то отдельно скажу, что сегодня женщина мечтает о комплексном уходе. Сегодня мы редко можем встретить женщину, которой недостаточно, или достаточно одного продукта, например, просто одного ночного крема или дневного. Многие женщины мечтают о том, чтобы взял набор, приобрел и получил удовольствие. И хочу сказать, что с седьмого каталога наш комплексный уход «Орифлейм». Набор «Экологен» уже имеет 130 баллов бонусов. И это 37% скидки по сравнению с теми продуктами, которые туда включены, и стоят они по отдельности. На 37% дешевле. И если говорить об этом продукте, то скажу, что каждая женщина мечтает выглядеть красиво. Поднимите руку, кто хочет выглядеть моложе, чем ваши подружки. Я не удивлена вообще. Даже мальчики руки подняли. Поэтому на самом деле скажу, что мы хотим выглядеть моложе, чем наши подружки. И я думаю, что каждая женщина хочет на себя тратить, ну или хотя бы не думать об этом, но тратить какую-то определенную сумму, которая помогала бы им воплотить свою мечту и свое желание. Поднимите руку, кто готов на себя потратить 4 гривни утром и 4 гривни вечером. И это набор экологен. Это всего лишь 4 гривни утром и 4 гривни вечером. Это не та большая сумма, которую вы видите на страницах каталога. Потому что вам набора хватит на 3-4 месяца. В среднем это 100 дней. 100 дней у вас не болит голова. Чем очищать лицо? Как его тонизировать? Как увлажнять кожу вокруг глаз и что наносить утром, а какой продукт наносить вечером. И самое важное это активация. Это питание дополнительным комплексным уходом на основе сывороток. Поэтому обязательно обратите внимание на этот продукт. Но говоря об уходе за кожей, я скажу, что сегодня нам есть чем с вами гордиться. Потому что это самый большой арсенал средств. Самый. Love Nature. Серия, которая обновилась в прошлом году. Начиная с 6-го каталога. Здесь есть абсолютно все для любого типа кожи. Для комбинированной алоэ, для жирное чайное дерево, для чувствительной ромашки, для сухой шиповник. Буквально совсем недавно у нас появилась серия для 30+, Люцерна. Буквально в следующем каталоге у нас для нормальной кожи появляется серия Малина. У нас есть возможность с вами ухаживать комплексно. У нас появилась с вами новая обновленная серия Optimus, которая решает не только вопросы по возрасту, нет, по типу кожи, но и по возрасту. 20+, 30+, 40+, 50+, где в основе идет мощнейшая антиоксидантная защита кожи от негативных разрушающих факторов окружающей среды. Мы с вами имеем возможность пользоваться средствами, которые имеют косметическое направление, решают специфические проблемы нашей кожи. И это серия Биоклиник. У нас есть с вами антивозрастной уход. Тот уход, который 35, 40, 45, 50. Это огромное количество средств. И посмотрите, буквально еще 10 лет назад у компании Reflame была серия «Секреты природы», была серия «Свидишке», был «Королевский бархат» и «Власть над временем». Это 10 лет назад. Сегодня, через каждые 5 лет мы с вами контролируем процессы старения. Огромным арсеналом косметических средств. И это только средства по уходу за кожей. Нам есть чем с вами гордиться. Мы при правильном уходе, при грамотном уходе, я точно обещаю и девочкам и мальчикам быть моложе, чем ваши подружки. О нас говорят, и о нас пишут. И о нас пишут. Это только несколько статей про средства по уходу за кожей. Это и печатные издания, это интернет-издания. О нас пишут блогеры. А сколько пишут про декоративную косметику, про средства по уходу за телом, за волосами. Но вы будете получать рассылки о том, что о нас пишут и какая у нас есть информация, и в каком журнале вы это можете прочитать. Ну а если вам интересно, то уже, в принципе, не за горами лета, последний весенний месяц. И вот ближайшие новинки на ближайшие три каталога. Итак, восьмой каталог тоже видел. Тогда особо обращать внимание не буду, но скажу такие ключевые продукты, что новинка появляется. Интенсивный увлажняющий крем-бальзам Королевский бархат. Здесь же у нас появляется специальный кондиционер для ресниц и бровей с пантенолом. И как бы укрепляющие реснички и бровь. У нас здесь появляется впервые в истории Арифлейм кремовый блеск. Многофункциональный кремовый блеск. У меня даже в голове не укладывается, что это такое. Я только на следующей неделе получу новинки. Кремовая помада понимаю. На губах ощущения представляю. Кремовый блеск. Простите, происходит легкая расфокусировка. Но я думаю, что я вам скоро об этом расскажу, об ощущениях. И обо всем остальном. Мы усиливаем линейку Эксайта. У нас появляется вдобавок мужской туалет на воде. Замечательный продукт. Это дезодорант антиперспирант Эксайта Байдима Билан. Но не это важно. Следующий, девятый каталог. Мы помогаем нашим девушкам добиться самых длинных, невероятно длинных ресниц. Благодаря ультра удлиняющей туши коллекции The One. А в ней есть две самые новомодные фишки. Это спиралевидная щеточка. И самое важное, это маленькие фибровые волокна, которые будут достраивать ваши реснички. Что еще? Мы в коллекции The One получаем новый продукт. BB крем с SPF 30. Самых разных, популярных пяти оттенков. С мощнейшей защитой от солнца. Но еще один важный момент. Специально по многочисленным просьбам наших женщин у нас появляется летняя лимитированная серия «Огурец и череда», в которой будет спрей, тоник-спрей, который будет охлаждать кожу в жару, который можно будет наносить специально поверх макияжа, и он будет успокаивать кожу и восстанавливать уровень влаги. Десятый каталог. Ну, говоря о десятом каталоге, у нас появляется новый мужской парфюм Excite Force. Очень мужественный, достаточно наглый мужской аромат, который не дает шансов ни одной женщине. Простите, но вот по-другому его описать я никак не могу. Мало того, я только открыла каталог. Видите там, какой мужчина красивый? Что можно себе представить? По-другому парфюм просто, ну, вот действительно для того, чтобы для нас, для женщин было, ну, все, что может представить наше больное воображение, это, конечно, мужской парфюм Excite Force. Что еще? У нас будут новинки в уходе за телом, и это коллекция Nature's Secret. И еще один момент. У нас появляется еще одна новая технология нанесения лака. Я думаю, что многие, кто пользуется услугами парикмахера, иногда видят, да, это лак песком. Так вот, нанесение песочное такое. Вот у нас будет вот такой вот эффект песка непосредственно в коллекции Вереми и самыми разными оттенками. Очень скоро лето. А это самое главное. И скажу, что здесь в летний период нельзя не забывать о том, какие у нас будут праздники. Если говорить вообще о том, что у славянских народов, то 7 июля это праздник Ивана Купала, когда девушки гадают нас с ужина, выпускают венки по речке, прыгают. Через что они прыгают? Через костер они прыгают, что и в сарафанах они ходят. Очень сильно похож на праздник Ивана Купала шведский праздник Митсамар, праздник середины лета. И он будет отмечаться в Швеции в этом году, 19 июня. И точно так же шведы выезжают со своими семьями, друзьями, выезжают за город, на самом деле отдыхают на природе. Очень многие не возвращаются в этот вечер домой. Но тем не менее, очень сильно похожи. Точно так же венки, точно так же костры, хороводы, шведские песни, водка, картошка, селедка. Но все как положено, все как у славянских народов. Зря ушли славяне наши. Так вот, говоря о летних праздниках, скажу о том, что мы предлагаем вам быть каждый день, каждую неделю, каждый каталог, вместе с летними праздниками дарить возможность людям сохранить летом молодость к расту вашей кожи. Мы говорим о том, что летом под одним единым зонтом можно проводить Summer Skin Days BioReflame. Летний уход за кожей. Что сюда может входить? Вы можете вообще это мероприятие проводить в офисах, вы можете проводить на СПО, вы можете выходить просто в поля там с каким-то определенной темой. Анкетирование, как определить тип кожи, как определить фототип. В принципе, это те материалы, которые у вас будут, и они будут разосланы для СПО. Тестирование продукции. Что такое уход за кожей? Обязательно иметь возможность проводить мастер-класс набором экологен. Летний макияж. Ведь самая главная фишка в летнем макияже какая? Ну еще, давайте варианты. СПФ. Бурные вам аплодисменты. Самое, что бы вы ни нанесли, вот просто круче всех крутых СПФ летом не ниже, чем 25. А там уже мешаете тональной основы, используйте. Но вот летний макияж будет заключаться непосредственно в этом. Очень важно, чтобы в этот момент вы помогали вашим клиентам рассчитывать, какой фактор СПФ подойдет им непосредственно в поездке на море. Это коллекция Санзон. Категория Веллнес. Летняя витаминизация. Что нам не хватает летом? Хотя мы съедаем достаточно много малины, смородины, крыжовника. Ну все, что есть, и целыми, как там называется, целыми корзинами, да? Но тем не менее, витаминов недостаточно. И обязательно тестирование ароматов. Как один из ярких примеров, это парный аромат Мицамы, который предлагает компания Урифлейм. Итак, что же такое Summer Skin Day by Reflame? Это возможность вам поддерживать продажи. Это возможность вам получить новых клиентов. Это возможность вам получить новых бизнес-партнеров. Это возможность вам расти летом, этим летом. И если у нас же будет уже открываться, да, какая-нибудь квалификация скоро на какое-нибудь следующее мероприятие. В принципе, дорогие друзья, у вас есть все шансы. И буквально очень скоро, 3 июня, в Киеве, в сервисном центре, мы будем делать вот такой вот пробный. Пробный первый и, наверное, единственный такой момент, специально для руководителей СПО, для того, чтобы сделать фотоотчет и разослать, как это вообще проходит вживую, и как это можно проводить непосредственно у вас, индивидуально, совершенно по-разному. Вы знаете, лето только начинается, а это значит, что это не зима, это не темнеет в 5 часов вечера. Это значит, что нас ждут с вами в 10 вечера. И это значит, что нас ждет огромное количество людей с каталогами, с продукцией, с тем, чтобы мы, в принципе, несли красоту, успех, удачу в каждую семью. И я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам огромного неземного счастья и отличного драйва на этом мероприятии. Ну, а я хотела бы продолжить тему, тему возможностей отлично выглядеть, и приглашаю сюда на сцену под ваши бурные аплодисменты. Встречайте, менеджер по продаже категории Wellness or Reflame Украина, Юлия Крылова. Здравствуйте, дорогие друзья! Я, к сожалению, не могу с вами сейчас танцевать волностанец. Хочу так, так хочу, так хочу, но у меня очень мало времени, а информация очень важная. Поэтому простите меня сегодня без волностанца. Ну, где-нибудь там, может быть, на кофебрейке или где-нибудь станцуем. В общем-то, я не буду вам сегодня говорить много цифр каких-то там, показывать продажи и так дальше. С продажами у нас все хорошо. Я сегодня хочу вам рассказать одну очень классную новость, которая у нас есть в части детской категории Wellness, и в частности хочу поговорить об Омеге-3. Первый вопрос, который хочу задать вам, абсолютно простой, и хочу, чтобы вы мне ответили правду. Кто из вас считает, что на теперешний момент рацион детей сегодня не такой, как он должен быть? То есть он, ну, дети наши недополучают витамины, минералы. Ага. Ну, практически ползала. Или просто кто-то ленится руку поднимать. Ну-ка еще раз. Я просто потом сделаю выводы определенные. Угу. Хорошо. А кто, понимая это, дает Омегу-3 и витаминный комплекс детям своим? Угу. Хорошо. Сейчас расскажу вам одну штуку про Омегу-3, и я надеюсь потом на следующем мероприятии увидеть больше рук. Знаете почему? В общем-то, я сама понимаю, что такое Омега-3. Все мы взрослые понимаем. Но иногда, даже при всем понимании важности продукта, возникает вопрос, а стоит ли, а может быть, мой ребенок все-таки достаточно чего-то получает. Или там, что касается вопроса здоровья, всегда хочется услышать что-то там от медэкспертов. Понимая это, я думаю, должен уже прийти наконец-то тот момент, когда нашу детскую серию должен кто-то представлять, кто-то из медэкспертов. Тем более мы слышим вас, вы постоянно об этом просили, постоянно об этом говорили. Было такое? Было. В общем, мы потерли руки и решили, что нужно. Видимо, настал тот момент. Выбрали лучшее государственное заведение, которое есть в Украине, самое влиятельное, которое имеет отношение к детскому питанию. Это институт педиатрии, акушерства и гинекологии. Выбрали его. Выбрали в этом институте лучшего профессора, главного гастроэнтеролога Министерства здравоохранения Украины. И, в общем-то, я такая решила. Все, иду к нему, буду просить, чтобы он представлял нашу, чтобы он был амбассадором нашей детской категории. Ну, я-то в продукт верю, я понимаю, какой он классный. Собралась и пошла. Прихожу к нему, естественно, мы там созвонились, он назначил мне встречу, прихожу. Он меня выслушал. Я ему очень долго рассказывала о том, какой у нас фантастический продукт, о том, сколько у нас различных сертификатов, о том, что он производится в Швеции, о том, что прежде чем продукт выпускается, он проходит пять ступеней очистки, о том, что жирные кислоты непосредственно из Тихоокеанской рыбы. И очень-очень много таких фактов, которые, собственно, вы все знаете. Он сидит такой, говорит, Юль, замечательно. А я сижу, не понимаю, в чем подвох. Ну, вот как-то он реагирует уж слишком хорошо, уж слишком. Он говорит, ну, вот все, что вы мне рассказали, супер, а давайте сделаем следующую штуку. Вот вы же уверены в продукте, так прекрасно о нем рассказываете, а давайте сделаем апробирование, апробацию вашего продукта. Я такая, а давайте. Ну, я думаю, что вы понимаете, да, что такое апробация. То есть апробация — это когда продукт дают на определенное количество времени деткам и смотрят, как человеческий организм влияет на восприимчивость продукта, на аллергические реакции, на какие-то побочные эффекты и так дальше, и так дальше. Ну, отступить я не могла. Сказать там, что нет, давайте я подумаю, я не могла. Ну, собственно, иду в офис и думаю, что же теперь с этим делать. Собрались мы на встречи, и Николас говорит, а давай, вопросов нету. Если нам это поможет, если они хотят это увидеть, и после этого мы будем иметь такого влиятельного человека, который будет представлять нашу категорию, давай. Собственно, что мы и сделали. Мы отдали нашу детскую Омегу-3 на апробацию. В этой апробации принимало участие 30 детей дошкольного возраста, которые на протяжении 30 дней, каждое утро давали родителям детскую Омегу-3. Каждые 10 дней они проходили клинические исследования с врачом. Каждый день вносились данные о том, как ребенок воспринимает диетическую добавку, как он на нее реагирует, с удовольствием или не с удовольствием употребляет ее, есть ли аллергические реакции или какие-то побочные эффекты, все это вносилось. И, собственно, по истечению 30 дней, друзья мои, мы получили фантастический сертификат. У нас у всех тряслись ноги и руки на самом деле, потому что мы верили в продукт. Но всегда есть какая-то доля сомнения, да, всякое может быть и так дальше. И по истечению 30 дней мы получили сертификат о том, что Институт педиатрии и акушерства гинекологии Украины рекомендует нашу детскую Омегу-3 как диетическую добавку в дополнение к тому рациону, который дети сегодня получают. Да, фантастические результаты. Я очень рада, что вы тоже понимаете всю серьезность вопроса. А потом этот профессор, кстати, которого вы видите на экране, Олег Геннадий Витшидрин, я не буду зачитывать все его регалии. Он очень влиятельный человек в Украине в части детского питания и детский нутрициолог и так далее. И он мне говорит, Юль, вот хотите правду, скажу, ну мы теперь с ним уже общаемся очень близко, да, как партнеры. Он говорит, хотите правду, скажу, ко мне приходили многие компании, которые хотели, чтобы я представлял, чтобы я был амбассадором детской линейки. Но когда я говорю, пройдете ли я про апробацию, никто не захотел. И на теперешний момент вот такого сертификата нет ни в одной компании, друзья мои. Это то, что нас отличает. И что хочу еще важное сказать. С одной стороны, у нас есть фантастический продукт, да. У нас есть всевозможные сертификаты, которые подтверждают его качество и качество. С другой стороны, у нас есть рынок. У нас есть большая проблема на рынке с точки зрения питания детей. У меня есть исследование от шведского научного института, который производит, сейчас скажу, который, собственно, наблюдает за правильностью продуктов питания в Швеции. И, собственно, их данные свидетельствуют о том, что для того, чтобы ребенок полноценно развивался, ему нужно ежедневно получать 400 грамм, есть 400 грамм овощей и фруктов и минимум 2-3 раза в неделю потреблять рыбу. Исследования наши в Украине показали, что, к сожалению, взяли 140 детей. К сожалению, из этих 140 детей 38%, рацион 38% плюс-минус приближен к реальности. То есть они едят достаточно кисломолочных продуктов, рыбы и достаточно мяса. Но в 55% мясо – это есть сосиски и колбасные изделия. Вы понимаете, о чем речь идет, друзья? И в Швеции, если возвращаться к этому исследованию, всего лишь 12 детей соответствуют вот этому правильному питанию. Вы представляете, о чем мы можем говорить, собственно, сегодня в Украине? О чем? А вы знаете, не мне вам рассказывать, насколько омега-3 важна в детском организме, насколько она влияет на когнитивные функции, насколько ребенок может хуже читать, например, или воспринимать информацию, или он может быть супергиперактивным. Это все потому, что у него не хватает омеги-3 в организме. И в этом же институте педиатрии, акушерства и гинекологии был проведен тест на IQ. То есть взяли 140 детей 9-11 классов, посмотрели их рацион питания. И, собственно, 38% из этих детей были более-менее приближены к тому питанию, которое рекомендовано. И потом всех этих детей разделили на две группы, которые более-менее хорошо питаются. Я не могу это назвать правильным нормальным питанием. И те, которые совсем плохо питаются. Так вот, IQ у первой группы, которая нормально питается, она была выше средней. IQ у той группы, которая плохо питается, ниже средней. Поэтому вы понимаете, что омега имеет самое прямое отношение и влияние на то, насколько ребенок будет грамотно развиваться, насколько он будет вообще грамотным в жизни своей. Поэтому я к чему рассказываю. С одной стороны, у нас есть качественный продукт, с другой стороны, у нас есть потребности в этом продукте на рынке. Я думаю, что сейчас, имея в арсенале все то, что мы имеем, вот именно сейчас время идти и предлагать людям продукт. Притом, если вы пойдете и будете говорить о том, что наша омега-3 замечательная, о том, что она прошла пять ступеней очистки и так далее, вы ничем не будете отличаться от конкурентов. Правда? Ведь все говорят о том, что у них продукт хороший. Никто же не говорит о том, что мой продукт плохой. И я просто рекомендую, что нужно людям говорить о той проблеме, которая есть сегодня. Потому что пока вы не покажете человеку, если он не находится в такой сфере, как мы с вами, и ежедневно, ежечасно не встречается и не общается на темы питания, он не понимает серьезность проблемы. И только тогда, когда вы ему покажете эту проблему, он увидит необходимость в том, что ему нужен тот продукт. И у меня буквально есть еще одна минута. Я хочу вам привести очень классный такой пример. Недавно прочитала, знаете, бренд Heineken пиво? У них очень мощная, у этой компании очень мощная маркетинговая стратегия. Я это рассказываю к тому, что нужно создавать спрос, да, а потом предлагать продукт. Собственно, у нас уже есть и спрос, и продукт. Теперь главное предложить. Так вот, как этот бренд выходил на рынок? Когда некие люди задумали создать бренд Heineken, да, естественно, с новым продуктом всегда очень сложно выходить на рынок. Никто его не знает, никто не хочет, все побаиваются и покупают то, что покупали уже какое-то количество лет назад. Они набрали людей, которых отправили в рестораны и в бары. Собственно, везде, где может продаваться этот продукт, люди, специально обученные люди заходили в рестораны и бары и спрашивали, «Здравствуйте, у вас есть Heineken?» Ну, естественно, все разводили руками, говорили, «Нет, у нас нет Heineken.» Разворачивались и уходили. Приходили в следующий ресторан, «Здравствуйте, у вас есть Heineken?» «Нет, у нас нет Heineken.» Ну, окей, разворачивались и уходили. И потом, когда все рестораны и бары были пройдены, люди начали встречаться на улицах и спрашивать, «А что за Heineken вообще?» И все спрашивают, что это такое. И в этот момент компания выходит на рынок и говорит, «Кому Heineken?» Ну, и, естественно, это был очень удачный метод, это была очень успешная стратегия маркетинговая. Так вот, я к чему? Сейчас самое время выходить на рынок и говорить, кому омега-3. Поэтому, друзья мои, не буду читать все, что написано на слайде, насколько полезна и нужна омега-3. Презентация у вас будет, вы прочитаете. Пользуйтесь тем временем, которое у вас сейчас есть, пользуйтесь теми возможностями. Я вам желаю огромных успехов и огромных взлетов и продаж. Спасибо вам.